Кока-кола. Нет, по-моему, тут по-другому написано. Кака-кола. В принципе, цвет похожий, так что можно назвать её и таким образом. Десептикон трансформируется. Капец, стрёмная тачка. Илья Муромец против Супермена. Битва героев в наших сердцах. Кто-то пишет, почему у Супермена значок Яндекс.Браузера? Действительно, смотрите, какой-то странный Супермен. Технологии будущего. Мяу, 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 мяу. Ну, короче, это книга для котов. Написано в кошачьем языке. И да, друзья, всем привет, меня зовут Макс. И в этом ролике мы с вами будут мемасы. У людей с холодными руками очень доброе сердце. Кто-то пишет, в морге много добрых людей. Да, и в Сибири где-нибудь. А зимой все прям добреют резко. Кто-то пишет, по роже видно, что ссыт. Ссыт в смысле не голоден. Они же это имеют в виду. Электрон, протон, нейтрон, мойтрон. На самом деле, как это видит мама? Не хватает третьей картинки. Как это видит бабушка? Когда в ребенка летит ракета. У вас недостаточно свободного места. Я уже удалил два приложения. У вас недостаточно свободного места. Тогда верните мне те два приложения. У вас недостаточно свободного места. Алексей пишет. Это самый жизненный мемас, что я видел. Продам дом срочно. Быстрее, быстрее. Покупайте его. Учитель русской литературы. Когда ты прочитала стих без интонации. Артур пишет. На уроке матиши. Какая странная литература на доске написана сзади. А может быть просто... Это чувство, когда тебя задолбали песни, которые ты слушал в последнее время. И теперь ты не знаешь, где найти еще песен, которые удовлетворят твой придирчивый музыкальный вкус. Эстет-то хренов. Первый в мире треугольный лифт. Я не знаю, как это. Что это? Это неудобно. Кто это придумал? Собака Питера Паркера. Удачный кадр, по-моему. Хаски очень умные. Они умеют все. Даже бегать по стенам. Лучшие актеры, ты когда понял, что идешь не в ту сторону, и начинаешь делать вид, что что-то вспомнил, чтобы прохожие не подумали, что ты дурак. А еще отличные актеры, это курьеры, которые пытаются дать тебе сдачу, и делают вид, что у них не хватает чуть-чуть сдачи, чтобы получить с тебя денег лишних. Отопление далее, говорит котик, и начинает тут же обниматься с батареи. По-моему, даже целоваться. Посмотрите, у чувака плакат с лицом самого себя. Мне кажется, это очень круто. Что курил автор книги? Рыцарь Чпок Исподливый. Я не понимаю, что означают все эти буквы. Какой Рыцарь Чпок Исподливый? Кто понимает, о чем речь? Заботливые друзья укрыли, чтобы не замерз. Я бы сказал, не укрыли, а придавили. Мягкие и шелковистые, как у платвы. Шампунь, смотрите, справа называется Геральт. Вчера возвращались домой ночью. Позвонила мать с предупреждением, что на углу дома какой-то замес. И лучше бы его обойти. Решили, что нужно какое-нибудь приложение, вроде Яндекс.Замес. Драка мощностью 7 баллов на перекрестке улицы Гагарина и Ленина. Можно обойти по улице Гоголя. Сашка пишет. Драка мощностью 10 баллов на улице Гагарина. Проехать и посмотреть можно на Яндекс.Такси. Это идея для стартапа. Кошка говорит мяу. Корова говорит му. А жираф? Кто знает, что говорит жираф? Андрей пишет. Еще одна интересная загадка для канала РЕН-ТВ. Вопрос, конечно, сложный. Но я не понимаю, при чем тут лицо обкуренного лунтика. Раньше я жрал ягоды прямо с непонятных веток на улице. Сейчас мой сын скушал вишенку с червяком и упал в обморок. Боже, вишенка с червяком. Я бы сам упал в обморок. Найди на фото машину. Ээээ, машина в стелс-камуфляже. Ну, ставьте лайк, если вы нашли машину. Фотогемичность пса зашкаливает. Да мужик тоже ничего получился. История древнего мира. Кто-то пишет. Еще каких-то пару лет этот учебник будет в школах. Папа, я тут стираю. Говорит ребенок. И это последнее, что он сказал, наверное. Нет, может он папа сказал, сотри, пожалуйста, файлы. Ненужные с компьютера. И он пошел стирать их. Как и зачем? Ну, возможно, так удобнее тусить с друзьями. Правду говорят, какой хозяин, такая и собака. Я бы на месте этого чувака просто плюхнул бы это кресло где-нибудь сбоку. И в него бы сам бы плюхнулся. И ехал бы комфортно. Мне так жаль нынешних детей, которые смотрят фильмы и мультики в интернете. Ведь они никогда не почувствуют того адреналина, когда за одну рекламку надо успеть сбегать-пассать, взять-похавать, помыть горшок с заготом, съездить до Меркурия. А когда тебе с комнаты кричат, началось! Тебе надо добежать за долю секунды до телека, чтобы ничего не пропустить. Влад пишет до слез. Еще одна необъяснимая фотография. Но с другой стороны, если не так, то как иначе? Машина по-другому просто не влезла. А может быть это роды? Сынок, ты где сейчас находишься? Мама, я на паре. Бар. Короче, это кафе-бар для студентов. А представьте, что вот так вот в этом кафе-баре все выглядит. Порядок во дворе под контролем. Это смотровая вышка. Она забирается на вышку для того, чтобы у нее случился чекпоинт, наверное. И открылись новые квесты в этом дворе. Если вилка скатывается, то обязательно в соус. Ну а куда без законов подлости? Вообще, на законах подлости вся наша вселенная основана. Если у звезды кончается водород, то звезда схлопывается. Задолбала. Ну или разлетается. Обожаю этот стиль лечения простуды. Когда ты просто постоянно пьешь чай, надеешься, что все само пройдет. Ну да, еще можно какой-нибудь стрепсилс пососать. Не потому что он помогает, а просто он вкусный. Что может быть хуже разбитого сердца? Илья пишет. Я думаю, обоссаться в штаны тебе тоже не очень понравится. Ну да, а еще если тебе машина переедет и не понравится. Или если тебе на голову упадет пианино. Или если тебя загрызет лев. Да что угодно, блин, хуже, чем разбитое сердце. Я старый. Сегодня второклассник уступил мне место в автобусе. Дед Кирилл, 24 года. Вызов принят. Ну, почти. Зато справа позитивнее. Слева никто не улыбается, а справа, смотрите, смайлик. Я пью чай без сахара. Я ем пиццу с ананасами. Я живу на прожиточный минимум в России. Действительно, это уже за гранью. Бегите, глупцы, кричит Ген... В смысле, кот? Влад пишет. Когда нашел себе девушку в интернете. Мистер Бин, по-моему, очень прекрасен. В любом образе. Она это сделала. Посмотрите, собака укусила сама себя за хвост. Она придумала способ, как это сделать. Глупые собаки бегают за хвостом по кругу. А эта пошла другим путем, через низ. Право. Просто решил постирать шнурки. И теперь у тебя получилась очень интересная головоломка, которую можно подарить другу, как такой оригинальный подарок. И сказать то, что это суперновая головоломка, никто не может ее распутать. Друг распутывает, и потом забираешь обратно. Этот стул повидал многое. Не только повидал, еще и потрогал. Кажется, лучше не открывать. И вызвать священника. В Италии заметили бесстрашных козлов, гуляющих по крутому склону плотины. Кто-то пишет, как часто эти козлы падают, интересно. Один раз. Кто-то отвечает, очень умный. Ну, в принципе, с такой высоты ты можешь упасть, да. И правда, только один раз. Главное, сильно не пукнуть. Моя тетя недавно получила умную колонку. Google Home. И кроме того, у нее есть еще одна. Alexa. Сегодня утром я спросила. Окей, Google, что ты думаешь об Алексе? Он ответил. Мне нравится ее синяя подсветка. И вдруг где-то в углу комнаты включается Alexa и говорит. Спасибо. Мне страшно. Да, что же будет лет через 50, интересно. Или через 200. Вы прикиньте, как далеко все может шагнуть. В моем детстве зима была такой. Настя пишет. Даже запах дыма из печей почувствовала. И хруст снежка. Опасайся человека в желтых носках. Чувак, ты сам себе враг? Удобно. Да, удобно, но аккуратней, мужчина, пожалуйста. Когда не нравишься учителю. Михаил пишет. Когда не сдал деньги на ремонт школы. Сказав, что моя мама платит налоги. Поэтому пускай из бюджета государственного ремонтируют школы. Школы же тоже являются государственными учреждениями. И тебе сразу двойку влепили. В душе сцена. В жизни ремонт. Да, он чертов гений. Говорит нам мем. Вы знаете, а я вот ни разу в жизни не ездил на гироскутере. Интересно, я один такой. Улыбнись, а то сидишь с таким лицом. Ну давайте, улыбайтесь тоже там. Я надеюсь, что вы не сидите с таким лицом. У вас хотя бы есть нос. Ха, вот это я пошутил. Интересная заколка. Интересно, она живая или нет? Главное, чтобы кошмар не приснился. А прикиньте, он там застрянет. Только трос не порви. Блин, отчаянные ребята. Отдал на лето пса бабушке. Екатерина пишет. Бедный песик. Виталий пишет. Проглотил бабушку. Сколько тебе лет? 17. И мне 17. Ты когда родился? 17 лет назад. Это чувак сам совошлю переписывается? Когда идешь по коридору, где учатся первые-четвертые классы. Я должен выбраться отсюда как можно скорее. А ты пришел на подготовку к школе. И идешь среди этих верзил. Фотки делаешь? Да, богомол, не мешай. Я фоткаю забор. 2 часа ночи. Блин, что вы покушать? Да спи давай покушать. Тебе вставать завтра. К нулевому уроку. Просто кормят хорошо. Ничего необычного. Он просто очень длинный. Одеяло? Прынь, прынь, прынь. Так-то удобней. Я так обожаю делать. Найди кота. Тут можете поставить паузу и поискать его. Я вам дам подсказку. Кот здесь примерно в одну четверть экрана. Флешка шпиона. Представьте, как это будет смотреться. Достает свои зубы с USB входом и вставляет в комп. У одного из этих полицейских день рождения. 8 лет. Кто-то пишет. Понятно сразу, что у хорошего мальчика. Прогревают. Только зачем? На улице же вон видно, что не зима. Иметь старшего брата бесценно. Он что, его ногами спихнул? Хотя мы тоже так все время делали, когда мелкие были. Хоть что-то оригинальное. Кто-то пишет. Я один смотрю на мужика возле мусорки. Это Барак Обама, что ли, там фоткается? Головная боль 90-х. Да что ты знаешь о коварстве? Мой бывший, который изменил мне, полгода написывал с просьбами о прощении. И я сказала, что прощаю и согласна начать все заново. Но я теперь живу в другом городе. Ему придется переезжать. Он согласился. На следующий день прилетел ко мне из Ростова в Новосибирск. А я живу в Питере. Ха-ха. Вот это я наебунькала. Боже, я даже не знаю, это матерное слово или нет. Я такого слова не слышал никогда. Ну ладно, не будем его цензурить. Пускай будет наебунькала. Забавно. Зайку захотели. Вот кто говорит, что черные коты это не круто, это к беде, это плохая примета. Я бы себе хотел черного котика. Это очень прикольно. Они очень милые, клевые. И цвет, если прямо черный-черный, очень красиво смотрится. Как я вижу людей, которые не шарят в моде. А это ты. Черт, я не шарю в моде. Я скажу даже больше, мне пофигу на моду. Я люблю какие-нибудь кеды конверс. Какие-нибудь обычные джинсы не обтягивающие, не широкие. И какую-нибудь футболку, свитер там. Все. Что ты такое? Интересно. Кто был дизайнером? Это го. Непонятно го. Бьешь короле, выпустили масло с названием спасибо. Ушла эпоха. Фраза спасибо на хлеб не намажешь больше не актуальна. Ну допустим, гав. Я так полагаю, конь пытался пролезть в проход для собаки или кошки. Мне кажется, у коня какие-то проблемы с оценкой размеров и своих возможностей. Кота Федора не пускать. Что теперь, у всех котов документы просить, говорит мем. Между прочим, у многих котов есть документы и собак. Здравствуйте. Здравствуйте, с вас 7 тысяч. Сережа пишет. А ты просто искал туалет. Нужно бежать сразу, пока тебе не ощипали на бабки. Пост сдал? Пост принял. Ни хрена. Между арбузами и мандаринами есть зазор временной. Не так сразу пост сдал, пост принял. Сынок, может на работу ты наконец устроишься? Мама, отстань. Ты не видишь? Я занят. Особо ценный груз. А может быть этот велосипедик сделан из какого-нибудь материала, очень плотного, и ничего больше не может его перевести, потому что он очень тяжелый. А? Как вам такой расклад? Мы живем в мире, где похороны важнее покойника. Где свадьба важнее любви. Где внешность важнее ума. Мы живем в культуре упаковки, презирающей содержимое, говорит нам Эдуардо. Галиано. И друзья мои, на этой философской нотке предлагаю закончить сегодняшний выпуск. Будьте умными, цените содержимое, не ведитесь на упаковку, и не думайте много о моде. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Жмите колокольчик, посмотрите мои другие ролики. И всем до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok